День добрый. Добрый. Подскажите, как найти Наталью Эйсмонт? Наталью Эйсмонт сегодня, к сожалению, не получится вам найти. А кто ее спрашивает? Ее спрашивает Андрей Паук. Андрей Паук. Дело в том, что она сегодня в командировку Министерства государства в Таджикистане. А с кем я разговариваю? Александр Хоровец. Александр Хоровец? Да. А скажите, а вы видели слив на канале Ник и Майк, как Наталья Эйсмонт с Дмитрием Балабой собираются диверсии проводить в дворах Минска? Честно говоря, еще не видел, но интересно, наверное. Да, посмотрите, киберпартизаны слили их разговоры, это ужасно. Да? Да. Что она себе позволяет, как она может быть пресс-секретарем? Хорошо. Посмотрим. Да, передайте ей, пожалуйста, что мы, белорусы, очень возмущены и не готовы финансировать такую не очень хорошую женщину. Она себя дискредитировала и, ну, пускай извинится, как минимум, за все вот это свое поведение. А вы всех белорусов представляете, Андрей? Нет, не всех, но за большинство могу ответить. За большинство. Хорошо, Андрей. Я вас услышал, спасибо. Хорошо, договорились. Всего доброго. До свидания. До свидания. А вот и наша Наталья Эйсмант. Вот она нашлась. Вы посмотрели ролик на канале Ники Майк. О том, что Наталья Максандровна творит, вытворяет. Поэтому мы сейчас ей напишем какое-нибудь пожелание. Что ж вы нас за людей не считаете. Как вам не стыдно? Мы будем мягко, потому что вежливость лучшее оружие блогера. Как вам, ну, заметьте, вам с маленькой буквы. Как вам не стыдно? Хочется вас, хочется вас от всей души, души назвать тварью. Но воспитание, но воспитание, воспитание не позволяет. Уходите. Ибо люди не забывают и не простят. Вот так вот. А я напоминаю, что любой беларус, который сейчас за границей, может делать то же самое. Спасибо киберпартизанам за то, что они достают информацию. Живе Беларусь!